приветствую всех на канале волкварт games это военные игры с волком сегодня друзья после перерыва опять таки запустила немножко это направление в деятельности канала хотя программы регулярно захожу каждый день но чтобы ежедневные бонусы забирать сегодня мир оружия world of guns gun disassembly часть 2 если правильно конечно название произношу так в прошлый раз мы разбирались с пистолетом хекклер кох у сп ну а сегодня согласно заявленному плану перемещаемся самый самый дальний конец временной шкалы противоположной соответственно и берем для изучения модели с 1862 года это ремингтон карбайн 1858 американская но сейчас все увидим в общем как я говорил это по сути револьвер с очень длинным стволом и прикладом что про него значится коротенький абсолютно справочка в 1857 году или фалет ремингтон создал свой револьвер он имел неразъемную рамку восьмигранный ствол ввинченный в рамку шестизарядный барабан имел прямоугольные прорези для стопора ударно-спусковой механизм одинарного действия барабан поворачивался при взведении курка спусковая скоба сделана из латуни активно использовался во время гражданской войны в сша какое-то время был популярнее револьвер кольта ну тип револьвер и карабин одновременно калибр 44 механизм одиночного действия длина 896 миллиметров длина ствола 457 миллиметров весят килограмм 920 грамм магазин цилиндрический на 6 патронов обычный как бы револьвер кольта да ну не кольт смысле имеется револьвер классический такой компоновки только длинный ствол и приклад все то есть а все остальное как бы все понятно так давайте разблокируем его интересно что да имел большое распространение в годы гражданской войны но при этом я абсолютно его не видел чтобы он где-то встречался каких-то произведениях искусства но фильмы имеется ввиду вроде не на картинах тоже я так думаю что по револьверной части мы здесь ничего такого интересного особо не увидим в целом вот сама модель да она конечно представляет интерес сейчас мы осуществляем неполную разборку сначала вытаскиваем таким вот образом барабан теперь спусковую скобу отсоединяем такая элегантно очень сделанная прямо скажем да так меня товарищ попросил тут пересмотреть громкость но вот смотрите громкость звука сейчас стоит ну самый просто минимум еще если чуть-чуть потому что звуки выворачиваемых шурупов но болтов винтов короче они не очень приятно действительно для слуха сделаны я полностью с этим согласен ну вот видите да просто я тогда писал в комментариях не полная разборка завершена но сейчас назад попробуем приклад назад вот слышите остальные звуки тогда будет еле-еле слышны это вот ну еле-еле слышно действительно как бы я понимаю что не очень хорошо для слуха звук вот этих шурупов до постоянно вкручиваемых этим самым шуруповертом по сути но просто все остальное как бы тогда звучать не будет никак поэтому в принципе не так их много поэтому надо потерпеть что-то влез звук и звуковая картинка изменилась вообще так сборка разборка не полная завершена теперь переходим полной разборки модель относится у нас категории вроде легких 43 детали так это мы сейчас по выкидывали капсуле подсветочка вон название включаем но все как всегда без каких-то новых нововведений так 43 детали приступаем сначала наша задача магазин извлечь барабан в смысле извлекли барабан у нас не пили шесть штучек так что-то у нас есть барабани нет нет по-моему ничего нет так мы такое внимание да можно уделить несмотря на то что как бы сам понятно какое качество изготовления было на то время тем не менее на художественную роспись как мы видим время все-таки у людей оставалось так сказать оба отошла есть вот такая у нас опять таки да смотрите такие фигурные то есть придавали значение элегантности оружия так боевая пружина отошла так теперь приклад нам надо снять они подожди что надо приклада а вот точно приклад у нас тоже фиксируется сняли все приклад отошелся с мы затыльник снимем так затылок приклада мы сняли никаких тут вырезов для облегчения для облегчения нет то есть пазов для того чтобы но возможно то время подразумевалось его использование качестве оружие ударно-дробящего действия поэтому с этой точки зрения приклад все таки наверное оптимально было иметь тяжелый ну и в принципе конструкция он около 2 килограмм весит поэтому не сильно он конечно наверно отягощал бойца так что мы дальше снимаем снимаем вот это дело так да и вот это тут у нас рычаг отходе давайте его сразу разберем пленгер assembly соединитель в общем чего-то есть а здесь у нас же да что это у нас есть магазин да так понимаю подождите нет стоп господи что я несу какой магазин винчест винчестер просто в памяти всплыл я забыл что револьвер разбираем так 16 детали еще так урок надо снять как-то хамморская но вот ось курка так но до этого нам надо еще наверно спусковой крючок на сняли теперь что первое выскочит курок не хочет крючок тоже пока не хочет здесь у нас что так внизу смотрим что-то может быть внизу да внизу конечно же пружина есть вот теперь спусковой крючок у нас отскочил он так выглядит так теперь курок курок все еще сопротивляется на что тебя удерживает ну вот стопор барабана отошел все теперь курок у нас отходит так курок вверх здесь у нас нет это не отдельная пружина хотя можно было ожидать что отделится так роллер пин ось короче этого ролика роллера так пять деталей у нас еще осталось найти непонятно что так по идее должен ствол сходить с места так да ствол увинчивается мушка тоже у нас снимается так целик тоже снялся и последняя деталь у нас остается где она так последняя деталь как те она может у нас находиться непонятно ничего мне в глаза не бросается антабок что интересно нет за что они оружие крепили нашли все таки без подсказок собственными силами обошлись так успешно разобрали модель 800 очков теперь нам нужно собрать все обратно так вот наша разобранная полностью конструкция давайте собирать на ствол сначала вернем прицельные приспособления и вернем его обратно в рамку так теперь предлагаю наверно собрать вот это дело сожалению все на английском несмотря на то что модель одна из числа одна из последних поступила вообще в в игру так так это у нас наверх сюда так и фиксируем есть так теперь что у нас теперь теперь ударный спусковой механизм так роллер с осью так вставили теперь курок вот сюда так теперь у нас что спусковой крючок или ось сначала вставить или это вообще погоди ка не понял нет 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 не хочет а все понятно упустил вот это дело все курок у нас поднялся теперь стопор барабана закладываем спусковой крючок и теперь надо вставить на место trigger and cylinder stop spring assembly соединяющие пружины короче которая соединяя соединяет между собой спусковой крючок и стопор барабана то есть при право нажатии на спусковой крючок проворачивается барабан это как тяга такая между ними так это ось курка это ось спускового крючка так дальше что у нас приклад нет приклад пока нет так боевая пружина вообще приклад не хочет не понял а потому что мы затыльник не поставили так есть два винта поставили все приклад поставили болт так спусковая скоба на 4 болта крепим так 6 ниппелей доставлять уже так барабан вкладываем на место все справились со сборкой так еще 800 очков так ну что давайте по быстренькому сейчас повторим по традиции полученный нами опыт некоторые есть отошел друзья кому несложно отпишите по поводу сейчас нормально или нет есть разошлось так это у нас тоже сейчас мы по идее тоже можем отвинтить скинуть вот это дело лодинг леверкетч непонятно как перевести но лодинг что теперь с перезарядкой вообще связано так приклад отстыгнем не понял я а фута блин спусковая скоба же удерживает есть затыльник отошел так 12 деталей у нас остается оси снимаем так что там сначала у нас так сначала этот соединитель по моему да если не ошибаюсь он ушел так спусковой крючок теперь стопор теперь курок есть этот отошел курок сам отходит роллер так а теперь что последняя деталь тут вас на стволе точнее под стволом оставалась деталька а в этот раз че пропустил а блин обидно сейчас вот на бунта я и не вспомню так здесь ничего не осталось вроде нет а что же я упустил из внимания тогда здесь все поскидал а пружина боевая точно о надо же отлично так за две минуты и 37 секунд так теперь давайте-ка назад все это дело пособираем курок мы сразу можем сюда так подожди 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 стоп 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 вот это дело вставляем вот теперь у нас курок поднимается наверх Теперь тяга, теперь спусковой крючок, теперь вот этот соединительный элемент, теперь две оси поставили. Так, на приклад затыльник, два винта, приклад на место, винт, приклад. Так, теперь дальше, целик мушку на место, вот эту вот штуку уворачиваем, так и все, ствол у нас с рамкой соединен. Так, теперь вот это дело сюда, так, здесь, раз, два, вот это закладываем, вот это вставляем и винтом закрепляем. Так, теперь у нас спусковая скоба, шесть винтов, а, четыре, четыре, да, четыре винта, шесть ниппелей. Так, и барабан вставляем на место. Все, главное, что без подсказок. За четыре минуты и восемнадцать секунд мы справились. Ух ты, две тысячи, три семьсот получили. Неплохо. Так, ну и остается нам посмотреть на функционирование данного вида нестрельного оружия. Ничего такого экзотичного здесь ожидать, естественно, не стоит. Нам всего лишь предоставлено выполнить стрельбу одиночными, за расходами патрона, перезарядить, звести курок, ну и рентген, разрезы, такого плана. Так, взведение курка, ну, как обычно, пальцем. Раз, все, оружие готово к бою. Соответственно, спусковой крючок нажали, произошел выстрел. Так, давайте сейчас, наверное, для выстрела все-таки как-то... Выстрел не может быть тихим, тихим. Вот так вот. Так. Взведение, выстрел. Взведение, выстрел. Все. Теперь смотрим, как отшлилется перезарядка. Капсуле, в общем, выбрасываем. Так, и дальше пошла у нас такая схема. Порох насыпаем, пышь и пулю. И вот этим рычагом все это дело утапливаем туда. То есть, в случае ружья мы в ствол это все засыпаем и шомполом трамбуем. Вот. А здесь, видите, это дело механизировано. А вот из такой штуковины, которую мы уже видели, в принципе, по-моему, даже не раз, мы, это капсульница, мы вот такие капсули закладываем. Ну, не знаю, действительно, они были красными в то время. И из чего они изготавливались? Из легкого металла, какого-то латуни, наверное. Ну, не знаю, что там, какой мягкий металл был такой, который тоненький. Для изготовления капсулей шел. Или медный там что-то мне вроде как память подсказывает. Здесь они похожи на пластиковые, которые в игрушечных пистолетах капсульных используются. А принцип, кстати, один и тот же. Так. Ну, кто не ориентируется, здесь как бы гремучий состав, да. А в ниппеле, вот который на барабане, такой выступ металлический, там канал такой. Вот. И при ударе курка по капсулю воспламеняется инициирующее вещество. Через этот канал проникает, вот, там, кстати, не только проникает порох, стыкуется вместе с этим инициирующим веществом, потому что каналы здесь есть. А порох мы насыпали с той стороны, из пороховницы. И, соответственно, происходит воспламенение порох, воспламеняется, газы расширяются, соответственно, выталкивается пуля, пуля улетает из ствола, ну, в общем-то. Так. Значит, мы перезарядили, теперь давайте смотреть, как это все внутри устроено. Ну, классический револьвер, мы уже, по-моему, раз два, вот эту картину мы наблюдали, поэтому тут не вижу я смысла сейчас сильно как-то останавливаться. давайте взводим курок. Сейчас производит у нас выстрел. Раз. Ну, тут, как видите, анимация так себе. Даже двоечку мы, наверное, смотреть будем. Так. Взведение. Спуск. Бах, вылетел пуля. Взведение. Спуск. Вылетело. Гранулы, это как раз вот порох. Так, третий рентген. Вот, разорванные капсули. Это израсходованные, а здесь вот желтенькие показаны целые. И вот как раз сейчас, наверное, будет показана работа. Да. Ну, вот видите, при нажатии на спусковой крючок у нас вот этот зуб, да, он проворачивает, получается, барабан подает следующий патрон. Ну, следующий патронник, короче, потому что барабан, это система патронников. Так, выстрел. Все. То есть после удара, после выстрела, да, после нанесения курком удара по капсулю барабан не проворачивается. То есть, если мы сейчас в этом положении ему взведем... А, нет, все, все верно. Стоп, да. Все правильно. Здесь просто я не на том, что думал. Здесь главную роль играет в заведении курка, получается. Ну, все. Так, производим перезарядку. Сейчас, наверное, здесь можно будет поподробнее это дело увидеть. Сейчас капсуле сначала снимается. Так. Ну, вот, да, подробности насыпали. Пышь, пуля и рычагом вниз. Ну, в принципе, тут все понятно. Давайте даже... А, это двоечка, да. Так. И сейчас из капсульницы. Вот капсульница. Вот такая вот система. Так, четвертый рентген нам дает... По сути, тут... Можно посмотреть работу курка боевой пружины. Так, взводим. Изводим. Изводим. Вот так. Ну, вот так вот. Так, давайте рентген мы убираем. Сейчас перезарядочка еще раз. Сейчас в рентгеновских... Нет, не в рентгеновских, в разрезах посмотрим. Так, все. Капсульница. Ай-яй-яй-яй. Проморгалый момент с капсульницей. Ну, в принципе, она такая. Ничего особенного. Так. Значит, у нас остались разрезы. Ну, да, да. Мы уже все сделали. Но, тем не менее, еще не посмотрели на разрезы. Ну, вот здесь очень хорошо видно эту систему. То есть, пуля, пыш, порох. Здесь вот этот ниппель, да, через который порох с капсулем соприкасается. Давайте замедленно. Как это происходит. Взведение курка. Нажимаем на спусковой крючок. Вот так. Но, к сожалению, здесь анимации и выстрела нет. Хотя в некоторых моделях она присутствует. Ну, вот как-то так. Так, без замедления. Так. Сюрк. Так. 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 Все, оружие готово к бою. Так, разрезы убираем и еще кликнуть спрятать. У нас есть режим. Здесь мы ничего нового опять-таки не увидим. Вот увидим вот это дело. Барабан можно, вот здесь интересно, так в воздухе все подвешено. Ствол можно убрать. Ну вот и все. Вот мы расстреляли, вот положение после выстрела. Так, возвращаемся назад. Все, друзья, познакомились. Мы с оружием перезаряжать не будем еще раз. Выходим в меню. Так, обои тут есть. Обои. Ну вот, обои вот такие будут. Так, больше тут сказать нечего. Давайте к нашему списку вооружения. Все, вопрос с Ремингтоном мы закрыли. И теперь, аж на протяжении раздела 19 век, начала 20-го столетия, у нас нет ни одной неизученной модели. Все закрыли, все изучили. Поэтому в следующем выпуске мы имеем полное моральное право переместиться в раздел конец, в общем, 20-го века. Вот, и будет у нас крайне интересный образец. Любимое оружие киношных всяких, как злодеев, так и положительных героев. Это немецкий пистолет-пулемет Хеклер Кох, МП-5К ПДВ. Вот такая вот, я думаю, всем очень хорошо знакомая машинка. Но по фильму в первую очередь. Так, будем его изучать детально. Кстати, я думал, что модель это более ранняя, чем 1991 год. Оказывается, это 1991. Я думал, что это модель 80-х годов. Так, это будет следующий выпуск. Через один выпуск мы перемещаемся в предвоенный период. И у нас будет не менее знаменитая, я думаю, модель 1938 год. Немецкий пистолет Вальтер П-38. Основной пистолет офицерского состава и отдельных военных специальностей. Вермахта, соответственно, гитлеровской Германии. Так, это планы на два ближайших выпуска. Так, и поскольку время прошло достаточно много, тут опять кое-чего у нас поменялось. Так, где можно посмотреть последние модели? Так, последние модели... Так, 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 так. Ну, они тут идут потоком. Так, последние модели я тут, пожалуй, мы нигде не посмотрим. Ладно, не суть. В общем, появился на вооружении Миниме знаменитый бельгийский пулемет, который состоит на вооружении американской, в частности, армии и очень широко известен. Так, и что-то по ГВР... Ну, ГВР я говорил, появился 43-й немецкая самозарядная винтовка во времена Второй мировой войны, появившаяся в середине войны. В общем-то, как некий аналог нашей СВТ-шки. Так, и что-то появилось на днях, по-моему. Если ничего не путаю. Или Миниме все-таки был последний. Ладно, не факт. Значит, следующая модель победителя отправится в разработку через 9 дней. На сайте разработчиков идет голосование. За следующую модель пока что лидирует ФН. Не хочу по... Карбайн Аутоматик Легер. Легер. Си Эйчэл, наверное, так как-то. Значит, после него наступает на пятки МО Шош. Ручной пулемет французского производства из 1915 года. Это оружие Первой мировой войны. Кстати, видел его в музее. Ну, не очень как-то он, конечно, эстетически из себя что-то представляет. Так, а вот очень хочется познакомиться с Гатлингом. Сейчас он на третьем месте в голосовании, в голосовалке стоит. Это вот прародитель всех этих вулканов, миниганов. То есть, блок стволов, вращающихся с подачей патронов на них постоянный. Так. Это в работе. Ну и раздел в работе. Значит, что нас ждет? Апрель 2018 года у нас уже вторая половина. И на апрель мы еще можем, имеем шансы дождаться. Зигзау РП-226Х5 и Беретта Аэрикс-160. Итальянский автомат. Так, на май переместился с марта причем. Они даже не на апреле его скинули, а на май даже. Т-72 основной боевой танк. Я, в принципе, пока не представляю, как это может быть. Разложить по деталям на экране танк. Ну, они, видимо, сами не особо как-то пока с этой задачей справляются. Потому что сразу на два месяца. То есть, его, по-моему, и до этого переносили, мне кажется. Он раньше стоял в планах. То ли на февраль, то ли на январь вообще. То есть, они, по-моему, уже третий раз переносят как минимум его. Так, Келтек. Ну, это не очень интересно. В мае. Так. На мае у них сколько? Раз, два, четыре. Скорее всего, не справятся, мне так кажется. Пару моделей реально выпустят, а пару, я думаю, спихнут дальше. Потому что есть у них такая практика. ПП-2000. Можем дождаться таки. Очень интересный наш отечественный пистолет-пулемет. Так, Якреков П-7. Это неинтересно. Тип 11 ЛМГ. Японский пулемет. Так, потом Гочкис. Легкий ручный пулемет. Сломи. Вот Сломи я очень хочу посмотреть. Так, Вальтер. Неинтересно. Астры неинтересно. ЗФК неинтересно. Хикарков неинтересно. Джонсон Райфл. Да, Джонсон Райфл. Я вообще думал, что это опытная винтовка, кстати говоря. А вот буквально вчера я смотрел выпуск про оружие. На Оперу, в общем, была дискуссия про сравнение стрелкового оружия Красной Армии и Вермахта. И там заходила речь о, там, военный, как бы, оружейный историк был. Вот. И заходила, в частности, речь о стрелковке американской армии времен. Ну, винтовки только рассматривались, только винтовки. Вот. И с его слов, вот винтовка М1941, винтовка Джонсона, Джонсон Райфл. Она все-таки не совсем опытная. Она поступала на вооружение, но, видимо, не в таких просто больших количествах, чтобы там как-то очень сильно быть заметной. Но, тем не менее, она поступала, в частности, по-моему, в морскую пехоту. И, вроде как, она даже проявила себя чуть ли не лучше, чем винтовка Гаранда, по-моему. Но оказалась просто более затратной, более сложной, чем винтовка Гаранда. Поэтому Гаранда стала основной винтовкой. Но даже Гаран был далеко не идеальный. И, впоследствии, его заменили винтовкой. Чем там заменили? М14 или М1? М14, по-моему. Так. Дальше Скорпион, Штейр. Вот. На октябрь месяц АМ-94. На ноябрь автомат Федорова. Так. Ну, и все. В принципе, больше интересного у нас пока тут ждать нечего. Все, друзья. На этом все. Сколько у нас длилось это дело по времени? Так. По времени длилось у нас 3 часа. Отлично. Полчаса. Все, друзья. Программа эта будет продолжать исследоваться. Я надеюсь, что разработчики обеспечат ей еще очень долгое плодотворное существование. Потому что безумно интересное приложение. По-моему, единственное в своем роде. Ну, то есть, в своем роде не единственное, но вот настолько ответственно сделанное и качественное. Ну, я других таких не знаю. Поэтому я очень надеюсь, желаю разработчикам игры всяческих успехов. Страничка игры в описании под видео всегда есть. Ну, с некоторых времен. Раньше я не делал, а сейчас я как бы все игры ставлю страничку в описании, где эту игру можно скачать, купить. Ну, в смысле, эта игра условно бесплатная. То есть, определенный набор оружием бесплатен, определенные за очки открываются, некоторые за деньги. Вот. Но я рекомендую купить себе за деньги доступ к этой игре. Вот. Опять же, это тот случай, когда, я думаю, делает эту программу не сильно богатая контора. И, скорее всего, наверное, не сильно многочисленная. И поэтому воровать их продукт, пользуясь скачанными, там, с торрентов, еще откуда-то версиями, я, честно говоря, не рекомендую. Потому что чисто по-человечески таких людей надо поддерживать честными покупками. То есть, там, не тот случай, когда халява как бы там все оправдывает. То есть, такие приложения, они редки, они делают с энтузиастами. И большой коммерческий прибыль, они им в любой случае не приведут. Но студии такие нужно поддерживать, чтобы они не закрывались ни в коем случае, чтобы они делали свои приложения. Вот. Поэтому вот такая от меня агитация. Все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Поддержать канал можно по ссылочкам в описании. Все денежки пойдут на покупку нового компьютера, который мне очень нужен для развития канала. Все, с вами был Волк, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok